И снова всем привет на канале Олег Нестерова Брест. Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым Годом. Пусть всё плохое останется в прошлом году. И в следующем году, в 2015, придёт только хорошее. Будьте немножко подобрей друг к другу. Ну а сегодня я хотел с вами поговорить накануне Нового Года о партнёрской программе. Плюсы и минусы партнёрской программы. Все, у кого уже есть какой-то канал, может быть, это начинающий канал, может быть, это канал уже добившийся чего-то, но вы не знаете о партнёрской программе. Чем же хороша партнёрская программа? Чем хороши реферальные ссылки, как их правильно поставить, что такое рефералы, чем они выгодны рефералу, и чем они выгодны человеку, у которого есть рефералы. Ну, для начала я поговорю о партнёрской программе. Чтобы вам немножко было ясно, партнёрская программа – это с помощью которой вы сможете получать деньги за просмотры своих видео. Но здесь тоже многие путают. То есть деньги получают блогеры не за просмотры, не за количество просмотров, а за коммерческие показы. То есть на тысячу просмотров обычных может коммерческих быть 50%, 60%. То есть и за тысячу коммерческих показов и назначается как раз цена. Как подключиться к партнёрской программе? То есть я подключен на партнёрскую программу Air. И я потом дам позже реферальную ссылочку, скажу, как на неё подключиться. Чем хороша партнёрская программа? Если вы без партнёрской программы, на вашем канале также прокручивается реклама, но за вашу рекламу деньги получает YouTube. Когда вы заключаете договор, то есть то денежку, уже часть денег получаете вы. Как всё происходит. И ещё хочу сказать. Вот многие думают, как цензу, да, многие подключены. И многие есть у кого партнёрка. Чем же хороша партнёрка? Её плюсы. Давайте представим ситуацию там. Я обычный блогер, то есть я обычный человек, который пришёл за семечками на оптовую базу. И я подхожу, то есть, ну, семечки, это будет реклама, которую вам впоследствии будут вешать на канал, за которую вы будете получать деньги. Вы приходите на базу, вы одиночка. Вы приходите на базу и говорите, дайте мне, пожалуйста, килограмм семечек. Дайте мне 10 килограмм семечек. Целый пакетища, да? Вам, ну, пройдите вот сюда. И сзади вдруг подходит ещё один человек и говорит, и мне 4 вагона семечек, пожалуйста. Пожалуйста, поставьте себя на место продавца. Кому быстрее от пусто? Кому будет интересная цена, да? А кому не очень интересная цена? Кому больше дадут рекламу, кому меньше, правильно? Так вот, когда вы не одиночка, когда вы приходите не с пакетом, а за вас это делает всё ваша партнёрка. Партнёрка скупает рекламу, старается скупить подороже рекламу. И как можно больше рекламы, которая подходит именно вашему контенту, повесить на ваш канал. То есть, если вы занимаетесь автомобилями, то по большей части это либо какой-то инструмент, либо это колёса, либо какие-то материалы. Это всё равно что-то, немного относящееся к вашему контенту. Как бы вот так. Мало того, что партнёрка подсказывает, как вам лучше работать, как вам лучше поработать с каналом, проводится хендгаут в прямых эфирах, когда можно посмотреть, можно помодерировать свой канал, посмотреть, что вы делаете не так, как улучшить канал. И самое интересное, партнёрка АИР, это то, что вы имеете всегда связь. Допустим, вот даже сегодняшний день мы подключали Андрея, аэрографа, да, к партнёрке. И получилось так, что я с Димой сегодня общался. Дима, привет, кстати. Дима у меня администратор на канале, проводит аудит. И Дима нам помог с решением вопроса, мы быстро оформили и получили добро на партнёр. То есть, ну, это мало того, что ты можешь общаться всегда, что тебе не ясно, всегда ты можешь пообщаться напрямую с партнёркой, там есть группа поддержки, которая ответит на все твои вопросы, которые тебя интересуют. Мало того, что тебе ответят на вопросы и помогут, как тебе сделать лучше канал, да, партнёрка старается продвинуть ваш канал. Если на ваш канал приходят какие-то жалобы, мало ли, всякое бывает, где-то музыку на YouTube поставили, где-то на радио там заиграла, да, партнёрка вас всегда предупредит и скажет, или YouTube предупредит. И вдруг, если получится, что что-то у вас получилось не так, что-то вы сделали не так, или кто-то подал жалобы на ваши каналы, когда вы один, за вас никто не вступится. Партнёрка же делает всё возможное, чтобы восстановить ваш канал, подаёт, как бы, апелляцию такую сказать, да, помогает вам восстановить ваш канал. А такие ситуации были, и такие ситуации были с очень успешными каналами, когда человеку просто заблокировали канал. Вот, то есть, и у вас будет уже поддержка. Да, вы отчисляете 30% партнёрки, дальше, по мере вашего развития, когда у вас просмотры будут больше, то есть, этот процент увеличивается, то есть, вы получаете 75% процентов, а партнёрка 25%. Ну, в принципе-то, вот и все прелести. То есть, вы знаете, с кем вы работаете, вы даже, мало того, вы знаете в лицо того, с кем вы работаете. И это, что касается партнёрки. Теперь давайте реферальную систему. Реферальная система – это когда я даю реферальную ссылку у себя на канале, да, и вы по этой реферальной ссылке подаёте заявку на партнёрку. Подав с моей реферальной ссылки заявку, вы автоматически становитесь моим рефералом. Чем хорошо это для меня? Для меня это хорошо тем, что вы, допустим, получаете свои 70% также, да, а партнёрка мне уже выплачивает, если не ошибаюсь, 3% или 1%, по-моему. А, да, 1% – это в первой категории рефералов, уже со своей доли, со своих 30%. То есть, вы на этом не теряете. Чем же вы выигрываете, когда вы становитесь рефералом какого-то блогера? Да, не от себя идёте, а рефералом какого-то блогера. Блогер, чтобы повысить ваш доход, естественно, когда ваш доход повышается, и блогеру идут отчисления, да. То есть, блогеру будет гораздо интереснее заглянуть на ваш канал, поделиться вашим видео, чтобы ваш канал немножко продвинулся, и чтобы вы получили больше денег. От этого получит больше денег и сам человек, от которого вы подключились. То есть, здесь выгодно обои. То есть, продвижение у вас будет гораздо быстрее. Ещё, вот, если кто уже подключил, да, неважно, от меня или от кого, то у многих может возникнуть вопрос, что такое первая категория рефералов, что второй, что третьего. Допустим, первая категория рефералов получает первой степени, да, там 1%, второй категория, там, 3%, третьей категории 5%. Ну, процентное соотношение я не помню, если честно. Получается, первой категории, вот, допустим, вы подписались по моей реферальной ссылке. Вы являетесь рефералом первой категории. У меня. К вам вы также вывесили свою реферальную ссылку. Как её получить, я позже расскажу. Вы вывесили реферальную ссылку свою. И с вашей реферальной ссылки человек тоже подписался на партнёрку АИР, допустим. Вам этот человек становится рефералом первой категории, а мне он уже становится рефералом второй категории. Когда к этому человеку по его реферальной ссылке подписывается ещё один человек на АИР, для меня он становится рефералом третьей категории, для вас второй категории. Ну и так дальше. Процесс понятен, да? Рефералов всего 3 категории. То есть, и с рефералов вы тоже, естественно, чем их больше, тем вы больше получите денег. Поэтому и надо. Вот это видео я и делаю для того, чтобы вы как бы подключились по реферальной ссылке, стали моим рефералом, в свою очередь обзавелись своими рефералами. И вот это вот взаимное сотрудничество, взаимное продвижение и помогает ещё сделать отдельный заработок на рефералах. То есть, выгодно это абсолютно всем. И АИРу, то, что движение такое создаётся, люди стараются подписать кого-то, и блогеру, который вас агитирует, и вам, естественно, это тоже выгодно. Что такое реферальная ссылка? Реферальная ссылка – это не то, что если вы сказали, вот, подпишись, да, сагитировали, и скажут, что вот от этого канала я подписался. Нет, это не будет являться реферальной ссылкой. Чтобы получить реферальную ссылку, вы должны написать в группу поддержки на команду АИР, я говорю по своей команде, да, должны получить. Пишите, дайте мне, пожалуйста, реферальную ссылочку на мой канал. Это если у вас уже подписан партнёрка. Вам пришлют реферальную ссылочку, которую вы повесите либо у себя на шапочке в канале, либо в описании под видео. И напишите, то есть, моя партнёрская программа. Человек, нажав на эту ссылку, выходит на меню, где он и оформляет заявку. То есть, то, что он уже зашёл на меню с вашей ссылки, и вводит его в число ваших рефералов. То есть, он уже автоматом становится рефералом. Ну, и в последней строке, от кого узнали, конечно же, будет не лишняя ссылочка с канала, с которого вы узнали об этой реферальной ссылке. Ну, даже если её не будет, то само то, что человек кликнет с вашей реферальной ссылки, уже и делает его вашим рефералом. Так что, вот, многие делают ошибку. Просто ставят ссылочки с канала, то есть, это не считается. Реферальную ссылку нужно получать именно в партнёрке АИР. Ну, не важно, какая это будет партнёрка, да? Кому какую партнёрку выбирать, это, конечно, хозяин-барин. Никогда не торопитесь. Сначала выберите, сначала изучите всё. Ну, я скажу, я подключен на АИР. И меня это вполне устраивает. С выводом денег никаких проблем. Как хочешь, так и выводи. Хочешь, меняй данные. Допустим, чем удобно. Я когда уезжал в Рязань, да, то есть, я не успевал получить денежку. И я просто поменял реквизиты. Я написал получателям жену. То есть, и когда уехал, за меня получилась жена, и это не составило никаких проблем. Абсолютно. То есть, так же, когда я приехал, я снова поменял. Ну, как бы, вот и все прелести, реферальные программы, партнёрки. То есть, вам выбирать быть одиночкой, либо быть с партнёрской программой. Ещё, что я заметил, я смотрю, модерирую каналы некоторые, говорю с ребятами, и многие просто на акцент, они как бы от Ютуба, да. И в основном, когда канал, когда канал развитый, когда уже канал совсем большой, там, да, может быть, оно и выгодно. Но, когда канал у вас только развивается, без партнёрки он будет развиваться, во-первых, долго. Во-вторых, рекламу вам будут ставить не очень дорогую. То есть, если за тысячу просмотров, допустим, уже на партнёрке, вы получаете 3.90, 3.50, ну, 4 доллара, да, за тысячу показов, то на акценте вы получаете 69 центов, 65 до доллара. То есть, вот и разница, да. Да, сумма будет делиться меньше, потому что Ютуб забирает только половину вашего заработка, да. И вы получаете вот эту половину полностью. А с партнёркой придётся ещё отдавать 30%. Но, если вот так вот посудить глубже, то партнёрка вас и продвигает, партнёрка вам и помогает. Легче намного с партнёркой работать, реклама у вас будет подороже. То есть, это окупится. То есть, даже вот у кого с меньшим количеством просмотров, они больше зарабатывают, чем просто на акценте. Ну, это я так, для размышления. Информацию можно проверить, можно поспрашивать кого-то, никому я не навязываю. Я просто довожу до вашего сведения. И если кто-то решил подписаться по моей реферальной ссылке, то есть, вам нужно 50 подписчиков и 3000 просмотров. Если кто-то подходит под этот канал, да, канал должен быть обязательно авторским. То есть, видео вы должны создавать сами, это не копия какого-то видео, да? Во-первых, конект должен быть интересный, это ну, ваша тема основная, да? Во-вторых, музыка, которую вы вставляете, либо вы ее вставляете. Есть пособие для авторов на Ютубе, за которую музыку вас не накажут, либо вы просто находите сайты, где молодые исполнители творчеством таким занимаются, и вы можете с ними списаться и попросить у них разрешения. Я последнее время работаю с Юрой Вдовиным и очень благодарен ему за музыку, что он мне дает пользоваться и вставлять. Я пользуюсь музыкой Садальского романа. Иногда вставляю и Ваню Воробья, да, песни. То есть, всех авторов, которого музыку я вставляю, либо это диджеи, я всех знаю. Сергей Кулай еще тоже вставляет, а если вы слышите, бывает часто такая спокойная музыка. То есть, всех авторов я знаю, со всеми авторами я переписываюсь, у всех авторов у меня есть разрешение, поэтому, то есть, у меня бывает такая интересная музыка, за которую меня не наказывает. Какие-то вопросы, если возникнут, можете меня задавать, я по партнерке. Реферальная ссылочка указана в описании видео, либо на шапке канала, в самой шапке канала. Вот, если можно увидеть, вот здесь в шапке канала, нажимаете кнопочку и вы переходите на сайт. На сайт, где вы можете оформить заявочку. Проматываете вниз, пишите имя, фамилия, дата рождения, ваш имейл электронной почты. Почта, желательно, чтобы не была забита, чтобы вы потом могли увидеть письмо, когда вам приходит АТАИР. Ваш скайп, ваш мобильный телефон, все данные должны быть правильными. Здесь ссылочка с вашего канала. Снимаете вот эту вот ссылочку, выбрать все, копируете и вставляете сюда ссылочку. Здесь количество подписчиков. Количество подписчиков можно посмотреть в сведениях о канале. Нажали сведения о канале, вот ваше число подписчиков и ваше количество просмотров. то есть здесь все так же и пишем. Здесь ставим нет, это если у вас нет нарушений авторских прав и нету никаких страйков. И здесь же ставите канал, то есть также вот допустим от меня узнали, также сняли здесь ссылочку, если от меня узнали и вот сюда вставили. После чего нажимаете отправить и у вас появляется здесь ваша заявка принята, спасибо, ждите там ответа. И в течение двух рабочих дней вы получите ответ. Но, как правило, это происходит гораздо раньше, чем и радует работа с партнеркой. Ну, хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом всех партнеров АИР, всех тех, кто мне помогает, Диму особенно, счастья, радости, удачи, процветания, развития, побольше добра, поменьше зла, терпения, главное, да, ну и всем своим подписчикам, конечно же, выражаю огромнейшую благодарность, огромнейшее спасибо, что вы со мной оставались даже в трудные минуты, всем счастья, богатства, главное, здоровья, чтобы детки не болели, пусть мир станет немножко добрее, пусть небо всегда будет ясное, чистое и мирное над вами, пусть в вашем доме не угасает всегда тепло вашего семейного очага, пусть будет понимание царить в вашем доме, мир, спокойствие, душевное равновесие, все, что только может быть, будьте немножко добрее друг другу, и вы увидите, как это приятно, когда люди вас благодарят, не ругают, не блокируют, хватит войн, тем более между собой, да, пусть свою, не знаю, кто там, не знаю, политика или что это, да, это не должно касаться нас, людей, мирных людей, мы все были братьями, мы все были союзными республиками, братскими, народ между собой, мы должны им оставаться, мы должны оставаться людьми, а не зверьми, поэтому и смысл в моих словах, в каждом моем видео, пожелания, я желаю всем добра, ну а потом уже бабла, у кого будет добро, у того и будет бабла, всем огромное спасибо, еще раз всем удачи, ну и конечно добра и бабла, правильно, я я покажу, я Продолжение следует...